Он прошел путь от простого милиционера до начальника полиции, главка федерального округа и по достоинству был оценен высшестоящим руководством и представлен как достаточно подготовленный в профессиональном смысле кандидат к верховному главнокомандующему, который принял решение назначения его на эту должность. Я выражаю уверенность в том, что у него это все получится. Прошу руководителей, присутствующих здесь, как можно быстрее позволить министру адаптироваться в новой должности. Ставя задачи перед новым руководителем, Владимир Колокольцев обратил его внимание на работу с кадрами. Крайне важно понимать степень ответственности каждого сотрудника, значимость строгого соблюдения им норм действующего законодательства. Категорически недопустимы любые проявления коррупции и нарушения служебной дисциплины, сказал Владимир Колокольцев. Кроме того, он потребовал от личного состава уходить от статистических отчетов и акцентировал внимание на оперативной обстановке в республике. Необходимо наращивать усилия при проведении мероприятий по выявлению случаев совершения преступлений с применением огнестрельного оружия, сконцентрироваться на работе с экстремизмом и терроризмом, а также усилить противодействие организованной преступности и бандитизму и преступлениями против личности, заявил глава МВД России. Сразу после приезда российского министра внутренних дел еще одна новость, также касающаяся деятельности правоохранительных органов, облетела федеральные телеканалы России. Правда, речь шла об операции, которую в республике провели не местные полицейские, а сотрудники главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу. Так, 9 июля текущего года общероссийский канал «Вести 24» сообщил россиянам о том, что министр образования и науки Карачаева-Черкесии Борис Спиридонов был взят с поличным при попытке получения взятки в размере 560 тысяч рублей за помощь в сдаче единого государственного экзамена. Заявление поступило сразу от двух молодых людей, которые сообщили, что министр образования и науки КЧР требует у них крупную сумму денег за успешную сдачу единого государственного экзамена. При получении денег чиновник был задержан оперативными сотрудниками окружного главка.